День добрый. Сегодня у нас уже какой-то день пребывания здесь, я не знаю. Вообще сегодня не планировала снимать, но вечером мы отправились на фестиваль, который называется ВНП. Вообще это праздник вина, но мы снимать не будем. Мы здесь просто, чтобы развлечься. Пока что у нас три человека, должны быть полезны. Люди все любят и снимают, но ладно. Здесь очень много народа, играет музыка, вон там аттракционы, но нам там делать нечего, потому что они слишком детские. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, здравствуйте. Снова я начинаю новый день на этом балконе. Сегодня у нас уже десятый день здесь, и я не каждый день снимаю, потому что не каждый день, собственно, происходит что-то интересное. У нас здесь все, ну, мы позавтракали, мы там позанимались, поужинали, все это такое. Это не очень интересно. Вчера, позавчера у нас были не самые хорошие дни, но вчера мы еще съездили в торговый центр, поэтому день прошел нормально. У нас уже закончились наши занятия, сейчас час дня. Через полчаса у нас обед. После обеда мы идем плавать на кораблике. Вот по этой чудной речушке, по-моему, мы плывем вот туда, в другой городок. У нас где-то будет полтора часа, чтобы погулять в другом городке, потом мы вернемся сюда. Также, возможно, сегодня мы пойдем к виноделу, ну, либо это будет завтра. Кстати, уезжаем мы отсюда 16-го утром. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы гуляем вроде как по главной улочке, но я одна, все остальные пошли есть, как всегда. Я сейчас хочу зайти посмотреть здание, потому что говорят, что они там красивые. И также еще есть сувениры, но я не думаю, что я буду что-то покупать. В общем, да, день подошел к концу. Я уже не помню, когда я последний раз снимала. Но, собственно, завтра у нас должны будут быть занятия и награждения сертификатом. Я опять смотрю на себя, а не в камеру. До завтра. Сделаю как дебил и, наверное, забуду потом открыть. Ну, ладно. Доброе утро. Сегодня у нас уже 11-й день здесь. Я впервые, наверное, начинаю новый день и на балконе. Сегодня у нас последнее занятие до 12.20. Другая группа будет заниматься еще завтра, но мы это занятие, которое должно было быть завтра, занимались в прошлое воскресенье. А еще я хожу в одном и том же, потому что не хочу пачкать другие вещи, так как они мне еще должны пригодиться. А стирать здесь я не хочу вещи, потому что мои вещи, которые я сдала первый раз, они немножко сели. В данный момент у нас вновь перерыв, потом занятия, и уже после этого мы идем к Бургамистеру. Вот. Здесь столько цветов на улице, это так красиво. Прям хочется фотографировать улицу и фотографировать. В общем, у нас закончилось занятие, есть время, чтобы переодеться там, расчесаться, так у нас будет фотографировать, и надо как-нибудь поприличнее одеться. И еще Леон дал нам вот такие вот печеньки, это так мило. Они, по-моему, какие-то вкусные, супер-мега-полезные. Спасибо, Леон, хоть ты это и не посмотришь. Я переоделась, уже выгляжу более нормально. Ага. Не как бомж, сейчас мы идем, потому что у нас вроде как сбор там. А еще я первый раз выгуливаю свои коннорсы, которые купила еще в Москве. Но там я их купила почти за пять тысяч, а здесь они стоят две триста. Это немножко обидно. Когда мне кто-то наступит на коннорсы, будет грустно. Джон. Круст. 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 Нам уже выдали сертификаты. У меня уровень А1-2. У нас можно было бы получить либо А1-1, либо А1-2. А еще мне вот здесь Леон написал обо мне характеристику. Я вам чуть позже скажу, как это переводится. В данный момент я читаю Агату Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». В данный момент я на 148-й странице. Сейчас буду читать вот эту вот главу. Вот я уже дочитала Восточный экспресс. Я была уверена, что у меня еще где-то страниц 150. А оказывается, что я просто села немножко почитать и закончила читать книгу. Здесь 170 страниц. Я прочитала их, ну, вот как приехала сюда 3-го. Сегодня у нас 14-е. Ну, я не знаю, дней за 7. Просто я не каждый день читала, поэтому... И читала я не очень много. Ну, дней за 6-го. В Германии не только есть такая чудная штука, как утилизация. И в любом магазине вы можете сдать бутылки и получить за это деньги. Поэтому сейчас я иду сдавать те бутылки, которые у меня остались. Я сейчас просто на стиле, потому что я в носочках и в топчулях. Но кого это волнует? Итак, время 18.24. В половину у нас начинается ужин. Я такая красная, потому что только что побегала. Но сейчас я еще на камере не настолько красная, как вообще в жизни. Пробежала я 4 километра. Где-то 2 мы пробежали с Никой. Сначала я пробежала полтора и сделала отдых. А обычно я бегаю по километру и делаю отдых. И потом я решила, что 2,5 километра я пробежу просто так. Пробежала 2 круга. Но я остановилась секунд на 20, потому что мне в глаз летела мушка. Обидно. Для бега я использую приложение RunTastic. Он здесь показывает вашу скорость. То есть зелененькая это скорость 7 км в час. Красненькая это 12 км в час. Средний темп, среднюю скорость. Там среднее количество шагов. То есть очень классное приложение. Все у вас здесь считают. Вот у меня дистанция 4,2... 250 метров, 28 минут и 200 калорий. Вот так вот называется. Добрый день! Мы сегодня съездили в торговый центр. Там пробыли целых 5 минут по некоторым обстоятельствам. И вернулись. А это мой футбол. Надеюсь, он не высохнет. В данный момент буду готовить себе перекус. Покажу, что буду кушать. У нас довольно-таки много всего в холодильнике. Но это не только мой холодильник, поэтому... Орешки. Это какие-то супер-мега-классные орешки, которые я не пробовала до этого. Затем немецкий творог, который я попробовала ложечку на завтраке. Он мне очень сильно понравился. И вот я его решила купить. Думаю, что сейчас съем половинку. И ежевика. Еще бы я добавила мед, но я думаю, что будет слишком сладко. Еще добавлю бананов. Итак, это мой супер-насыщенный мега-перекус. Просто я подумала, что там столько осталось творога, что он уже ни туда, ни сюда. Здесь у нас орешки, ежевика, банан и творог. Сейчас почти 2 часа, и мы отправляемся кушать. Видали, какие четкие тачки? Let's go. Go, let's. Мы едем на воду на банке и на форте. Я сразу хочу, когда будут помыть. Привет, друзья. Привет, друзья. Мы уже пообедали, и в планах у нас было сходить в открытый бассейн. Но на улице холодный, поэтому мы туда не пойдем. Также был вариант сходить в закрытый, но до него неудобно добираться, и почти никто не хочет. Еще был вариант сходить в поход, но в него опять же никто не хочет. И в итоге все хотят сидеть в гостевом доме и почти ничем не заниматься. Это немного грустно, потому что я надеялась, что день пройдет быстро, то есть мы там будем в бассейне целый день и все такое, но, к сожалению, нет. В данный момент я планирую почитать Агату Кристи, всю ту же книжку. Здесь небольшие рассказы, поэтому я их должна быстро прочитать. И еще надо будет дособирать чемодан, то есть те вещи, которые мне уже точно сегодня не пригодятся. И вот уже завтра утром надложить те вещи, в которых я, к примеру, спала. Все, закрыть чемодан, чтобы уже ничего не собирать утром. Сейчас у нас где-то 6 часов. Я в 5 пошла на пробежку и была уверена, что пол седьмого мы идем на какой-то там торжественный ужин, потому что последний день в Юрцике. Но оказывается, что в 6 часов мы выходим, а я в 6 часов только закончила бегать, и я не успела собраться, поэтому я кое-как оделась. Я красная, как помидор, а опять же камера этого не очень сильно передает. Я буквально вот только что пришла с пробежки, поскольку в 6 мне... В 6 я... Ну, сейчас 15 уже минут, но все равно я собралась минуты за 4. Итак, мы прибыли в нужное место. Слава богу, что нас довез Виктор, который, ну, устроил вообще нам эту поездку, то есть он нас здесь везде возит. Я просто очень красивая, и еще мне натерли конверсы, мизинец, потому что... Ну, у меня в прошлых конверсах тоже так было, и вот сейчас они меня натерли, я их разнашиваю. И... больно. Еда. Итак, мы уже поужинили, съели очень вкусную свинину, которую готовят только на Мозеле. Называется она Шофель, и это просто божественно вместе с соусом. Вы, наверное, не знаете, что такое Мозель, но Мозель это река, и она вон там вот течет. Мы походу... О, ты в фотошопула! Я в фотошопула! Я в фотошопула! Ты снова несешь свинину! Здорово. Кать, как дела? Хорошо. Кать, у тебя есть оператор, мы не так близко. Кать, оно не фокусируется. Какой ужас. Кать, оно не фокусируется. Ваша любимая, Катя Бельхова, не будет больше сниматься. Буду я вести эту программу. Это влоги от Сева, что? Мы тут ничего не делаем. Броме того, какое в науш... Итак, мы покушали, уже дошли до нашей деревни, которая называется Юрцик. И сейчас я решила дойти до вон тех вот букв, и там написано... Юрцикер Версгартен. Это означает сорт винограда, который именно здесь растет, на этой горе. И в прошлый раз мы поднимались сюда по виноградникам, вот по этим, на высоту 170 метров по виноградникам. Господи, я так говорю, классно. Остальные сказали, что им лениво пойти. Но я очень хочу туда сходить, потому что завтра уезжаем, и мы еще неизвестно, когда я в следующий раз приеду в Юрцик. Может, я вообще у него не приеду. Красивый вид, который вы уже видели в начале влога. Ура! Я пришла, наконец-то. Повторюсь, на эту высоту мы забрались по вот этим виноградникам. Мы просто шли по ним. И мы могли умереть. Но, видимо, нас не особо волновало. Вот и подходит к концу мой влог из Германии. Возможно, это уже вторая или третья часть. Возможно, я все уместила вообще в одну часть. Я абсолютно ничего сейчас не знаю. Завтра мы уже уезжаем в Люксембург, во Францию. И это будет уже новый влог. Надеюсь, что вам понравилось моё путешествие по Германии. Понравился этот влог. Я надеюсь, что я сняла его максимально хорошо. Не знаю, как это сказать. В общем, сейчас я буду собирать вещи. Уже упаковывать чемодан. А потом ложиться спать. Я вас очень люблю. Обязательно оцените это видео лайком. Если вам понравится. Я желаю вам всего самого хорошего. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok